Я смотрю послание к Ефесянам с первой недели февраля прошлого года. Главы с первого по третьей посвящены учению, а главы с четвертого по шестой — о жизни. Каждое слово, фраза и абзац в послании к Ефесянам содержат глубокий и богатый смысл и ясно раскрывают драму творения, падения и искупления. Книга Ефесянам начинается с небес. Это небесное благословение. Спасение — это восстановление благословений, утраченных из-за греха. Это благословение было дано исключительно через Христа. Церковь — это собрание избранных людей, получивших духовные благословения. Бог основал церковь, чтобы возвестить миру удивительный Божий план спасения. Святые — это люди, знающие сокровенные тайны небес. Они — дети Божьи, избранные Богом и выделенные как святой и непорочный народ. Люди, которые узнают об этих вещах, будут хвалить. Отправная точка веры — хвала. Хвала — очень важный элемент для верующих. Это, естественно, происходит только с теми, кто стал свидетелем славы Божией. Похвала в корне отличается от песен мира. Чтобы восхвалять славу благодати Его, которую Он дарует нам в возлюбленном. Ефесянам 1.6 Сообщество Нового Завета поклоняется бесконечно. Оно начинается с поклонения и заканчивается поклонением. Когда слава Божья переполняет нас, мы можем жить как верующие, не склоняющиеся перед тщеславной славой мира. Если верующий живет только как истинный поклонник, в этом мире нет ничего, что могло бы поколебаться. Когда похвала становится слабой, вероятность того, что мир будет помыкать вами, возрастает. Мы не искатели земли. Вы должны продолжать смотреть на небо. Хвалу могут дать только те, кто открыл глаза на то, что сделал Бог. Это ясно видно в пастырской молитве Павла. Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, даст вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, чтобы просветились очи сердца вашего, чтобы вы познали, какая надежда призвания Его и богатство славы наследия Его среди святых. Молю, чтобы вы знали, что это такое и в чем чрезвычайное величие силы Его по отношению к нам, верующим, по действию могучая сила силы Его. Ефесянам 1, 17 и 19. Вера открывает глаза. Вы начинаете видеть вещи, которые раньше были невидимы. Надежда исходит от Бога. Бог призвал нас вместе, чтобы образовать Церковь. Церковь есть тело Его. Полнота, наполняющего все во всем. Ефесянам 1, 23. Церковь должна быть наполнена Иисусом. Ничто не должно подчеркиваться больше, чем Иисус. Глава Церкви – Христос. Церковь – это организм, связанный со Христом. Это сообщество жизни. Цель мирских организаций создается людьми, которые собираются вместе. Однако Церковью управляют не люди. Оно полностью богоцентрично. Церковь – это нечто, что движется по воле Божией. Церковь – это не место, где можно собрать мирскую власть. Его не существует на пути к обретению власти и достижению целей силой. Иисус никогда не пытался использовать силу для достижения Своих целей. Если бы вы мечтали стать могущественным благодаря силе, вы бы не выбрали только 12 учеников. Что означает крест? Это означает, что власть полностью демонтирована. Мир может похвастаться силой. Но Иисус учил нас, как отпустить свою силу. Было время, когда христианство мобилизовало свою силу и вело крестовый поход. Это оценивается как фатальный провал истории и ошибка христианства. Если вы сделаете это силой, вы будете уничтожены силой. Евангелие проповедуется только через крест. Если глава церкви – Христос, мы всегда должны придерживаться принципа креста. Христос несет ответственность за церковь, общину Тела Христова. Ни одна организация, учреждение или даже страна в мире не продолжала существовать на протяжении 2000 лет истории. Загадочно то, что история церкви насчитывает 2000 лет. И это продолжает происходить по всему миру. Церковь – это организм, в котором мощно действует Божья жизненная сила. Вместо того, чтобы быть механически объединенными, мы объединены органическим образом. Церковь – это место, где можно пережить спасение. Через поклонение и общение мы в деталях переживаем Божью силу и благодать. Мы должны проверить, насколько мы привязаны ко Христу. Сильные верующие и сильные церкви возникают, когда человек цепляется за Христа. В главе 2 показано, как люди были спасены от отчаянного состояния. Он оживотворил вас, хотя вы были мертвы по преступлениям и грехам. Ефесянам 2.1 Мы мертвы в преступлениях и грехах. Они последовали за принцем силы воздуха. Я жил согласно желаниям своей плоти. По природе они были детьми гнева и находились в жалком состоянии. Мой разум был затемнен, и я находился в состоянии невежества. Их сердца ожесточились, и они были отчуждены от жизни Божией. Я даже не осознавал, жив я или мертв. Это ужасно. Вы находитесь в состоянии, когда не знаете, что делаете. Люди не признают, что они грешники. Если вы не признаете свой грех грехом, у вас нет шансов на прощение. Спасение было дано нам, находившимся в таком безнадежном состоянии. Мы не можем найти никакой надежды внутри себя. Бог воскресил во Христе людей, которым было суждено подвергнуться гневу. Спасение происходит исключительно по благодати Божией. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас Божий дар. Ефесянам 2.8 Вера – это дар Божий. Ибо мы, творение Божие, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Ефесянам 2.10 Оно стало новым творением. Это стало шедевром. Он был воссоздан рукой Бога. Мы, бывшие орудиями греха, были созданы для добрых дел. Цель спасения ясна. Бог делает из нас, ранее живших в состоянии никчемности и полного уничтожения, шедевр для благих целей Божиих. Мы должны поделиться данной нам тайной спасения с как можно большим количеством людей. Павел заявляет, что он призван проповедовать Евангелие. Именно об этом глава 3, глава 4 подчеркивает общину, тело Христова. Он призвал нас вместе, чтобы сформировать сообщество. Мы становимся духовной семьей во имя Иисуса. Итак, вы уже не чужие и пришельцы, но сограждане святым и свои домашние Божии. Ефесянам 2.19 Нет ничего сильнее вашей христианской идентичности. Христос умер на кресте и сделал нас едиными своей кровью. «Прилагайте все усилия, чтобы сохранять единство Духа в союзе мира». Ефесянам 4.3 Наша греховная природа имеет тенденцию разрушать единство. Дьявол стремится разрушить единство и разделить его. Когда мы смотрим на мир, мы всегда живем в напряжении и конфликте. Путаница и конфликт никогда не прекращаются. Религиозная община должна предстать совершенно в другом облике. Мы должны отдать все свои силы ради дела единства. Когда мы живем жизнью веры в церкви, Бог говорит нам не размышлять о том, кто лучше, кто прав, а кто нет, а стремиться к единству. Когда мы смотрим друг на друга, мы просим принятия и любви. Внутри церкви не должно быть конкуренции и сравнения. Человек, который хорошо ведет религиозную жизнь, это тот, кто знает, как жить в гармонии с другими людьми. Зрелость означает больше слушать истории других людей, а не повышать свой голос. Вера — это умение быть вместе, а не в одиночестве. Нам нужна помощь Святого Духа, чтобы стать едиными. Отче, да будут все они одно, как ты во мне и я в тебе, чтобы они были в нас, чтобы мир поверил, что ты послал меня. Иоанна 17, 21. Почему мы должны стать одним целым? Это потому, что целью Христа, пришедшего в мир, было сделать нас едиными. Павел постоянно подчеркивает единство в своих посланиях. Тело Христова состоит из различных членов, но тело требует единства. Если вы отвергаете единство, вы отвергаете тело. Одного недостаточно. Вы не можете тренироваться в одиночку. Это неудобно, но нам нужно идти в сообщество. Иногда возникает конфликт, но по мере его уменьшения он становится мягче, и внутри отношений достигается единство. Единство – атрибут Бога. Бог Троицы подчеркивает общественные отношения. Отец, Сын и Святой Дух становятся одним целым в близких отношениях друг с другом. Церковь должна проявить себя как совершенно иное сообщество в мире, посреди конфликтов, враждебности, разделения и смятения. Взрослеть важно. Духовный рост происходит внутри общины тела Христова. Цель предоставления нам должностей – помочь нам расти. Никто не должен изолироваться и изолироваться. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями для совершения святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все не придем к единству в вере и в познании Сына Божия, доколе достигнем зрелости, возраста полноты Христова. Но говоря истину в любви, мы можем во всем возрастать в Него, который есть глава Христос. Ефесянам 4, 11-15. Возрастать и становиться более похожими на Христа – вот цель церкви на земле. Должны происходить постоянные изменения. Церковь должна быть местом, где раскрывается характер Бога. Церковь должна вырасти до уровня, которому этот мир не сможет подражать. Если мы привязаны ко Христу и к сообществу Христа, произойдет рост веры. На Нем все здания, соединяясь, возрастает в Храм в Господе, на Нем и вы устроитесь в жилище Богу Духом Святым. Ефесянам 2, 21-22. Речь идет не о сравнении и соперничестве, а о совместной работе. Тот факт, что у меня больше опыта в вере, не означает, что я умнее, чем раньше. Я стал более разносторонним, чем раньше и стал человеком, умеющим ладить с другими. Вместо того, чтобы тратить время на указания, на ошибки других людей, вы должны уметь правильно выполнять свои обязанности. Мы люди, которым нужна помощь друг друга. Изменения и рост продолжаются. Видимая церковь на земле все еще полна недостатков. Однако оно завершается. Никогда выбыли тьма, а теперь свет в Господе. «Отложи ветхого себя, развращающегося своими обольстительными похотями, но обновись духом твоим и облекись в нового себя, созданного по Богу в праведности и истинной святости». Ефесянам 4, 22-24. Нам нужно одно за другим избавиться от наших прежних постыдных проявлений. Мы должны говорить правду и отказаться от лжи. Вы должны остановить свой гнев и прекратить говорить грязные слова. Вам придется отказаться от старых привычек. Это повеление быть признанным только как выдающийся народ Божий. Ключом к построению отношений является полнота Святого Духа. «Не упивайтесь вином, ибо это распутство, но исполняйтесь Духа Святого» Ефесянам 5, 18. Исполнение Святым Духом связывает все наши отношения. Чтобы жить как народ Божий, вы должны быть наполнены Святым Духом. Есть ли кто-нибудь, кто вам не нравится в церкви? Трудно любить в одиночку, любить врагов своих и подставлять левую щеку, когда тебя бьют по правой щеке. Возможно, только тогда, когда ты исполнен Духом Святым. Начиная с главы 5, Павел говорит о семейных отношениях. Исполнение Святым Духом необходимо и в отношениях между мужем и женой, между родителями и детьми, между господами и слугами. Святой Дух – это Дух Единства. Святой Дух действует в отношениях, где разделения, раздоры и конкуренция серьезны, объединяя их. Стать одной парой непросто. Согласно человеческой природе, мы должны вести войну каждый день. Божья любовь должна быть восстановлена в семье. Паре трудно стать одной плотью, но внутри есть секрет. Когда пара становится одним телом, в этом заключена тайна. Планирование семьи имеет четкое намерение. Это место, где можно ощутить рай на земле. Тот факт, что сегодня семьи легко распадаются, является очень опасным знаком. Это не проблема, которая просто заканчивается распадом семьи. Создание идеальной семьи включает в себя вопросы любви, послушания, власти и порядка. Разрушенная семья означает, что драгоценные принципы больше не считаются важными. Основные принципы, представленные в Библии, необходимо изучать и применять на практике дома. Библия подчеркивает важность богатого брака. Религиозное сообщество не поддерживает нуклеарные семьи. Отношения между Христом и Церковью раскрываются через супружеские отношения. В конечном счете, вера должна проявляться через отношения. Основа отношений — это отношения пары. В отношениях необходимы любовь и подчинение. Любовь — это суть веры. Дом там, где вы это испытываете. Речь идет о тренировке взаимоотношений внутри семьи и переживании зрелости. Вступление в брак, рождение детей и присоединение к церковной общине — это процессы обучения, необходимые нам для роста как народа Божьего. Никто не идеален. Бог привел нас к встрече с этим человеком, чтобы мы могли расширить нашу способность понимать и любить несовершенных людей. То же самое касается и церквей. На земле не существует идеальной церкви. Это место, где собираются несовершенные люди. Людей, которые мне действительно нравятся, не так уж и много. Вы не можете создать церковь, собирая только тех людей, которые вам нравятся. Нам нужно понимание, прощение, терпение и любовь. Ответ в том, что я постепенно расту и становлюсь глубже. Если вы чувствуете себя более спокойно, чем раньше, это означает, что вы выросли, а не потому, что другой человек изменился. Вера — это отношения. Царство Божие заключается в восстановлении отношений. Дом — это место, где тренируются отношения. Посреди запутанных отношений Бог формирует наш характер и делает нас похожими на Христа. Если вы посмотрите на сегодняшний мир, то увидите, что экстремистские культурные явления становятся все более распространенными. С течением времени мир становится все более тревожным. Мир пытается доминировать, угнетать и подчинять. Во Христе нет господства и угнетения. Евангелие ведет к взаимному подчинению. Евангелие обладает силой объединять. Когда приходит настоящая Евангелие, все границы стираются. Единство — очень важная часть послания к Ефесянам, чтобы все на небе и на земле соединилось во Христе. Ефесянам 1.10 «Ибо один Бог — Отец всего, Который над всем, соединяющий все и пребывающий во всем». Ефесянам 4.6 «Всего этого невозможно достичь человеческими силами». Это возможно через Евангелие. Когда мы смотрим на то, что сделал Бог, мы видим, что мы должны делать. Завершая свое письмо к Ефесянам, Павел делал упор на духовной войне. Есть причина выиграть духовную войну. Это евангельское свидетельство. «И молюсь, чтобы ты дал мне слово Твое, чтобы я смело открыл уста мои и возвещал тайну Евангелия». Ефесянам 6.19 Это показывает, почему существует Церковь. Благословения, которые мы получили, не должны ограничиваться нами. Благословения Небес должны наполнить землю. Мне, меньшему из всех святых, дана благодать сия, чтобы я мог возвещать язычникам неисследимое богатство Христова, чтобы я мог открыть, в чем состоит тайный замысел, сокрытый от вечности, в Боге, сотворившем все». Ефесянам 3.8.9 Работа Церкви всегда духовна. Мы не должны забывать, почему Христос умер за нас. Мы не должны концентрировать свою энергию на неправильных вещах. Кровь Иисуса была пролита только для спасения душ. Сегодняшняя Церковь потеряла большую часть своей сущности, как Церкви. Евангелие ослабло. Чем больше размывается сущность Церкви, тем больше она теряет свою силу. Церковь должна быть местом, свидетельствующим о Евангелии и спасающем души. Мы должны стремиться к Царству Божьему. Мы не можем игнорировать мир, потому что мы живем в нем. Но не будьте слишком мирскими. Мы должны больше любить Бога и посвятить себя Царству Божьему. Мы не должны упускать из виду намерения Господа в основании Церкви. Самое важное, что мы должны делать, это свидетельствовать о Евангелии. Спасение мира, полного греха, невозможно осуществить с помощью политики. Мир невозможно изменить посредством социальных движений. Ведущие компании не могут изменить мир. Человек, который громко кричит об изменении мира, тоже грешник, который не может решить собственные проблемы. Есть только надежда на Иисуса Христа. Мы спасены от греха и свободны от рабства дьяволу. Теперь эта работа должна быть расширена через нас. Когда мы смотрим на людей, которые все еще живут во грехе, становится ясно, что нам нужно делать. Павел теперь узник, связанный во время проповеди Евангелия. Хотя он и находится в тюрьме, он по-прежнему проповедует Евангелие охранникам, которые его охраняют. Стих 20 текста. «Для того я поставлен послом в цепях, чтобы я мог смело говорить в этом деле, как должно». Борьба со злыми существами продолжается до конца. Дьявол препятствует Божьей работе до самого конца. Дьявол пытается разрушить церковь и разделить ее. Божий интерес — это церковь. Церковь должна держаться своей сути и стремиться исполнить данную Господом земную миссию. Церковь на земле должна быть духовно пробужденной. Хотя церковь на земле иногда может сбивать с толку, она по-прежнему остается загадочным местом. Хозяином церкви является Христос. Мы не знаем всех тайн, которые Бог хочет нам открыть. Есть ли истинная надежда в этом страдающем и стонущем мире? Сколько бы вы на это ни смотрели, его там нет. Церковь — единственное место, которому была поручена миссия раскрывать миру тайны Евангелия. В этом отношении церковь — единственная надежда в мире. Мы — Божий народ, который славит и поклоняется каждый день из благодарности за спасение, которое Он дал нам. Я молюсь во имя Господа, чтобы вы посвятили себя объединению всей земли посредством Евангелия, раскрывая всему миру тайну Евангелия, которую Господь дал нам до того дня, когда Господь придет. Мари Евангелия — МАРТУС